привет сегодня сравним два самых популярных автомобилей из японии которые везут просто каждый день это honda fit 3 поколения и toyota aqua 1 поколения и сегодня нам нужно понять какой же автомобиль из этих двух интерес эти машины популярны в россии потому что они не так дорогие у них идеальный мотор для города полторашка они гибриды они хэтчбеки они красивы равно широкая популярность в японии и также на рынке россии по 10 бальной шкале мы сегодня будем сравнивать следующие пункты визуальная часть техническая часть салон комфортность салона ощущение отъезды надежность и поговорим о ценах этих двух моделей первый пункт это внешность давайте начнем с вида у нас fit не самой бедной комплектации это сразу же можно увидеть потому что у него линзовая фара в простой комплектации идет обычная хрустальная фара конечно же не очень смотрится еще сразу же видно не бедную комплектацию то что у нас есть туманки и какой-то элемент габаритов либо это может тоже назвать туманкой в паре у нас черный цвет что для фитов это является дорогим цветом самые дорогие цвета это черный и белый дешевые то желтые голубые зеленые есть фиты в общем цветной fit он всегда дешевле чем черный либо белый задняя часть отличается конкретно у этого фита то что у него вот такой спойлер но это японец уже установил так сказать кастом потому что в других фитах такого нету завода фонари мне нравятся стопы в принципе обычный сад хэтчбэка дизайн аквы мне нравится чуть чуть менее потому что такая добрая есть варианты на черной фаре идет комплектация лет везде линза идет туманки добрый дизайн даже вот есть угловатая фара но все равно на добрая задняя часть тоже мне нравится есть метла как ее называют в россии фонари в рестайлинге фонари покрасивее конечно же тоже обычный хэтчбэк ничего такого эффекта вау нету но и не могу сказать что это страшная машина по моей личной оценке а мне нравится более агрессивные машины фиту ставлю 8 баллов из 10 аквиз за доброту на балл пониже 7 из 10 второй пункт техническая часть начинаем с honda fit здесь у нас стоит мотор полторашка 110 лошадей 22 киловаттная гибридная установка инвертор передний привод агрегаты надежные сегодня мы также заедем гибрид сервис и ребята из гибрида нам расскажут про проблемы этих автомобилей если они вообще единственный вопрос ходе fit 3 поколения именно гибридным версиям это наличие робота благодаря роботу этот автомобиль едет но ресурс трансмиссии сразу же меньше чем у вариатора либо планетарки тойотовская поэтому следите постоянно за жижей калибруйте робот меняйте жидко один из который стоял и в двадцатых приусах но у двадцатого приуса есть проблема примерно 150 тысяч пробег 200 тысяч пробег начинается масложор здесь они подправили уже в акве этот вопросик сегодня за им в гибрид и нам ребята про этот момент расскажут поподробнее агрегаты в акве надежнейшие отзывов toyota с этими агрегатами автомобилей не было те же самые агрегаты идут и на toyota corolla аксио гибридная версия 165 кузов и также corolla филдер 165 кузов агрегаты надежней вес этих хэтчбеков практически одинаково aqua у нас весит тонну 90 фит весит тонну 200 клиренс у фита он 15 сантиметров у aqua он 14 сантиметров эти машины практически одинаково результат за техническую часть интерес по моему мнению 10 баллов из 10 10 баллов из 10 кто-то скажет что у honda есть робот к нему вопросы да нету к нему вопросов это просто специфика автомобиля у нее есть робот здесь чуть-чуть батарея побольше чуть-чуть сил поменьше это особенности эти автомобили получают от меня по 10 баллов из десяти третий пункт салона этих автомобилей начинаем с фита фит мне нравится из видео в видео сколько я вижу этот автомобиль он мне всегда нравится в салоне в кузове гп у нас идет отличительная черта сразу же у нас идет вот такой красивый селектор джойстик у нас идет электронная печка которую можно встретить в обычных бензиновых версиях нас идет вот такая вот игра с пластиком глянцевый лакированный пластик обычно идет вот такая вот панелька тоже декоративная красивая руль в данной комплектации у нас кожаный здесь есть круиз здесь есть кнопки на перещелкивание информации управление музыкой здесь есть лепестки здесь есть черный потолок в таком сегменте автомобиля встретить по моему тойоты все не ошибаюсь и последний раз видел в харри за два 250 черный потолок а мы здесь видим в honda fit но самое мое любимое в салонах honda это приборная панель она разделена то есть по центру у вас спидометр слева у вас идет какая у вас передачистые часики сколько на за бортом градусов что у нас происходит с агрегатами заряжаются не либо разряжаются батарейка рейди и вимоут справа мы можем получать информацию о том тоже что у нас происходит такая анимация сколько у нас расход когда у вас автомобиль заряжает батарейку у вас приборка оформляется синим цветом когда вы экономите едете накатом с горки тормозите у вас идет зеленый свет к это елочка там рисуется в общем очень много интерактива приборка вообще вот такая всегда на шаттлах на одиссея на аккордах на фитах везде очень красивая приборная панель в данном сегменте это просто это как изюм в прянике вот так ну что салон toyota aqua здесь пластик который сразу же визуально выглядит попроще никакого глянцева вот здесь вот мне нравится барашек всегда это управление градусами простые кнопки печки тоже всякие бардачки ниши два подстаканника маленький подлокотник у нас комплектация с подогревом я только не знаю двух сидений наверное водительского тока селектор который нет джойстика который но классический селектор руль который идет с 20 приуса чуть овальной формы давайте посмотрим на приборную панель здесь она попроще на здесь перекочевывает с 20 приуса то есть каких-то разных цветов нету обычный зеленый цвет всего но в принципе все никакого там элементов карбона ничего такого нету сиденье сделано из обычной тряпки светлая ткань темная ткань в принципе все aqua за свой скучный салон получает 7 баллов и даже в рестайлинге 2015 года не особо там что-то меняется все тот же самый пластик в принципе все то же самое 7 баллов заслуженных символов fit honda делает чудеса они даже в бюджетном кричпы сделали очень интересный салон прям очень интересный салон 9 баллов следующий пункт это стоимость обслуживания и расход этих автомобилей расход по каталогу fit есть три с половиной литра в реалиях владельцы пишут что потребление на гпп пятом у них примерно шесть с половиной тире 7 литров по городу хороший результат у аквы по каталогу расход 2.7 литра на сотню в реале она ездит опять тире максимум 6 литров по городу результат очень хороший баллы эти автомобили получают следующие от 10 баллов мы отнимаем их заводской расход то есть 2 и 7 округляем до 3 аква получает 7 баллов из 10 fit 3 с половиной литра округляем до 4 пятерка в большую сторону и он получает 6 баллов здесь аква чуть-чуть выиграла следующий пункт это езда начинаем с honda fit когда вы садитесь с автомобиля какой-нибудь тойоты не знаю либо с nissana в общем с вариатора для вас работа робота будет непривычно я до сих пор не могу привыкнуть постоянно переключающимся передача honda едет сразу первое это 110 сил настройка мотора то что здесь робот как еще с ними работает гибридная установка honda прям едет мы не будем делать заезд aqua с питом потому что honda fit обгонит аку это сто процентов повороты honda заходит очень хорошо потому что жесткая подвеска поэтому в комфорте эта машина проигрывает очень большой плюс есть лепестки то есть если вы чувствуете что-то вот в горочку не знаю машина не понимает что нужна передача пониже нажимаем на лепесток со знаком минус у нас понижаются передачи мы залетаем в эту горочку в общем лепестки прям к месту в этом машине особенно когда у вас 110 лошадей и когда у вас робот эта машина дает вам еще по управлять ею то есть можно сказать практически вы едете на механике либо на тип троники шумоизоляция что в и те что в акве она одинаковая и просто нету по ощущениям как сидишь немного боковой поддержки немножечко в принципе подлокотник слишком низкий на него заваливаться поэтому с руки либо на руле либо на дверной карте правая рука правый локоть приборка вот такая управлять печкой очень просто торпеда чуть-чуть развернута на вас поэтому не надо чуть-чуть отклонять голову в общем за езду honda получит у меня высокую оценку когда начинаешь ехать на акве ты сразу чувствуешь после фита тупость ее старта здесь планетарка и так же как и все гибридные toyota aqua стартует очень медленно сразу же чувствуется большая мягкость этой машины смотришь на приборку показывает тебе что там происходит не чувствуешь вообще работу трансмиссии вообще нету ступень ничего подобного нету если вам нужно обогнать кого-то в горку какая нибудь фура едет или там кто-то телепается нету режима спорт но иногда когда настроение никуда не торопишься не хочется вот этих стартов каких-то переключений aqua идеальная машина резюме по toyota aqua сейчас проедем полицейский комфортно но очень скучно баллы за езду honda fit забирает 8 баллов все-таки это интересная машина toyota aqua забирают 7 баллов но скучно ребят алексей привезли к вам aqua и fit a gp 5 самые популярные машины по ввозу в россию но и я уверен то что они приезжают к вам расскажи какие есть слабые стороны если есть у этих машин обоих ну смотрите все зависит еще от того насколько реальный у машины пробег когда она приезжает сервис если автомобиль обслуженный с адекватным пробегом и как бы владелец периодически делает то то принципе что с одним что со вторым экземпляром больших проблем не возникнет исходя из опыта вот чем обычно обращаются вот honda и последнее время поехали все чаще и чаще если пробег адекватный то плановые т.о на больших пробегах иногда случаются проблемы с роботом но если две модели сравнивать конечно трансмиссия на фита подороже будет стоить на акве планетарка на акве планетарка стандартная тойотовская достаточно проверенный надежный и агрегат по батарейкам по акве конечно бывают случаи замены но опять же когда пробег нечестный либо когда не обслуживают там слабое место это вентилятор охлаждения надо следить за этим делом если перегреть батарейку в жаркое время года можно даже хорошую быстро убить по фитам были случаи замены только натопленных и на дтпшных то есть от времени они еще не умирали с какими пробегами аквы может быть помнишь какие-то числа там с какими максимальными пробегами приезжали аквы приезжала помню 350 мотор был стуканувший батарейка была мертвая так но случай замены батареи были от 150 но опять же тут еще нельзя исключать тот фактор что батарейку можно подменить даете это вообще легко делается были случаи когда вскрываешь и видишь что там уже кто-то был до тебя бывает приходит машина с маленьким пробегом ошибка по батарее вскрываешь ее явно кто-то подменил лучше конечно автомобиль ну завозить через проверенных людей которые адекватный честный пробег скажут ну и какие-то гарантии будут что не разукомплектуют пока она будет ехать от аукциона до конечного потребителя раздел цены здесь мы не будем ставить баллы а просто я назову цены от скольки стартуют модели эти если их ввести из японии аква начинается от 500 тысяч рублей это будет самая пустая комплектация сзади будут окна на веслах и запуск у нее будет с обычного включать 500 тысяч рублей пробег где-то в районе 90-120 километров если вы хотите себе красивую комплектацию gs это примерно где-то 720 730 самый старт если вы хотите себе акву x urban это примерно 750 в гору в этой машине есть из чего выбрать honda fit самый старт цен за гп 5 без линзовой фар без кожаного руля 550 тысяч рублей полгода назад минимальная стоимость привоза было 600 тысяч сейчас подешевели если вы хотите себе кожаные вставки кожаный руль если вы хотите линзовую фару в общем комплектацию по богаче тогда вам нужно готовить примерно от 630000 и больше в этих автомобилях нету каких-то особых серий все фиды они вот такие низ они различаются какими-то опциями в виде кожаного руля и линзовой фары поэтому здесь больше цена зависит от состояния хотите пробег поменьше цена сразу в гору если пробег побольше комплектация попроще то цены близки 550 507 600 тысяч подводим итоги по 60 бальной шкале aqua у нас заработала 46 баллов honda fit заработал 49 баллов и чуть-чуть вырвался вперед это моя личная субъективная оценка honda fit мне нравится больше я бы купил бы себе honda fit но люди все-таки в большинстве выбирают toyota aqua наверное из-за бренда toyota все-таки считается до сих пор самым надежным автомобилем но я вам скажу так honda не отстает но знаете в чем выигрывает toyota aqua и honda fit и рядом не стоял это в наличии комплектации именно комплектации в широком смысле у aqua есть самая пустая на веслах есть aqua с есть aqua g есть aqua g на темной фаре с красным таким салоном коричневым очень красивым с кожаным рулем есть aqua gs с бамперами с другим салоном с другими колесами есть aqua x urban которая на один сантиметр повыше клиренсом у нее крыша чуть-чуть повыше у нее есть накладки на бампер у нее есть боковые юбки у нее есть рейлинги очень красиво машина и в восемнадцатом году на базе toyota aqua был выпущен aqua кроссовер там стоит тот же самый 1nz но там выше кузов выше клиренс это реально очень интересная машина honda fit бывает встречается в тюнинг пакете мюген но это кастом то есть завода их не выпускают в большом количестве в базовых таких комплектациях на вот таком просвете на каких-то диких колесах то есть honda fit он будет всегда такой aqua в этом смысле в разнообразии выигрывает друзья получилось вот такое сравнение поэтому поставьте лайк подпишитесь на канал у нас еще будет много сравнений и самое главное пишите в комментариях что вы думаете по поводу этих двух автомобилей давайте пообщаемся друзья смотрите наш канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля